МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь народ обозлюбил и зауважал его. И хамус пошел. А теперь улыбнись и скажи, спокойно и мельно. Так весел. Так весь люд возлюбил и зауважал его. Вот не его, а его. Он возьмел, с памятник поставил при жизни. Понял? Ясно? Ну, как бы... Ну, хорошо. Мне понравилось. Она хамусом 7 лет занимается. Это во славу нашей земли, нашего народа, и что Кудангса нас спас. Поэтому высоко в пенаре. Я два дня думала. Сообразить не могу. Хорошо, хорошо, старушка, да? Кудангсе велико. Степанова Айкота Николаевна. Несколько мастер-классов она мне дала. И однажды получилось так, что в один день два разговора развернули меня полностью в сторону Алан-Хо. Кудангса Великий. Перевод на русский язык Альбины Борисовой Слепцовой. Задавались ли вы вопросом, когда с каких пор имеющий облик человеческий Уранг Хаисаха впитал в свою алую горячую кровь, в свой белый бурлящий мозг неугасимое пламя спора, раздора? когда я начал анализировать то что было со мной детство я понял что война она не не между она внутри человека понимаете какая штука потому что когда в человека стоит перед выбором а война это всегда выбор то он должен решать с кем он за что он и как он и поэтому вот там всякие сложности по типу того что вот каждый третий белорус на круг погиб в годы великой отечественной войны то тут причина была конечно же там где были леса там и хатынь там и все остальное тоже и белорусы сопротивлялись вот очень сильно но это был их выбор они выбрали потому что я вспоминаю когда пономаренко председатель комитета партизанского движения объявил рельсовую войну то белорусы не будучи партизанами не будучи агрессивным народом взяли лопаты топоры ключи гаечные вышли и от бреста до смоленска разобрали железную дорогу растащили ее по кустам и за что немцы ненавидели потому что они не знали с кем бороться они боролись с народом вот и тогда когда уже пришло время анализа и когда я уже закончил учебу стал режиссером мне все время занимали моменты такие попытки осознать и понять что такое война для каждого что с этой стороны что стой и как сказал один очень умный и уважаемый мною человек он сказал у человека нет выбора он должен быть человеком у нас была репетиция с айкотой николаевны она мне сказала ты хочешь играть на хамусе ты аланхо читала знаешь я говорю нет я вообще понятия не что такое представление имела но это не более чем вот что-то такое общее вот она мне сказала о платоне алексеевич и она сказала мне о аланхо она сказала что для того чтобы если ты хочешь играть на хамусе ты должна знать аланхо ты должна его прочитать потому что там все поиск человечности осмысление себя как человека осмысление выбора это и стало основной целью основной задачей основной заботой моей работы потому что ну война это только обстоятельства как любое другое как освоение целины там допустим как беломорско-балтийский канал как пошли военные восстановления потому что все это происходило на глазах георгий янович говорил о саха театре рассказывали посмотрела ревизора посмотрела романа дорофеева в главной роли увидела геннадия тарантаева увидела творческий состав артистический вот в ревизоре для меня это конечно было прям очень большое впечатление первое сказать великий удаление на великий утяжеление а у лука на цель на кудакцу бережней как можно бережней не гони да это же ты же читаешь народу толпе и до каждого должно дойти это толпа должна объединиться понимаешь не не там не то что ты и сказала а ты проверь слушают тебя или не слушать а если слушать до 100 100 стоит досточтимостью всем отношением которое должно всегда быть к святыням война в сорок четвертом окончилась для нас войска пошли дальше на берлин а тут же надо было восстанавливать а позап а по лесам ходили эти самые бандеровцы вот который теперь на украине у нас беларуси будет свои тоже бандеровцы кстати так их и называли бандеровцы понимаете чем я значит они продолжали они на что-то надеялись они на что-то рассчитывали не продолжали и вот этим безоружным крестьянам надо было каким-то образом себя отстаивать себя защищать продавали книги и яна встретила там книгу степаниды леничны борисовой вот я купила два экземпляра вот один в подарок один привезла и там еще был компакт-диск с ее песни а теперь самое главное начали восстанавливать колхозы в колхозах было очень трудно жить на трудодень платили 80 грамм хлеба а заработать трудодень не каждый день можно было 70 соток это 70 сотых вот и представьте себе за год работы вот помножьте сколько даже если по трудодню 365 дней в году и тебе сколько по 80 грамм зерна получишь понимаете и все равно коровы кони погибали потому что кормить нечем было и подстилать нечем было они лежали на земле и простывали и чтобы они не простывали их подвешивали на веревках и кормили им старые с крыш снимали соломы и кормили им и все все для фронта все для победы переводы платона алексеевича сначала я познакомилась с его поэзией потом я читала книгу степанида леничны там очень много написано о ее семье о ее отце который было алхасутом а ее матери и не то чтобы я там плакала но есть вы есть на места когда цепи брюк дуешь ну как это сильно сердце коснулось я прочитала переводы платона алексеевича именно поэзию песня труженика потом была синица и все я попала просто первый спектакль был мой если постучат это литовская пьеса самолявичица потом были пьесы вот уже после того как я окончил гончарова стажировку был перекресток по василю быкова василь быков один из крупнейших писателей великой отечественной войны вот и это все было мне знакомо около 200 спектаклей за свою жизнь слепил и когда я ставил там мольера шекспира островского быкова того же или того же дударева там или матуковского ну любых драматургов там литовских латышских венгерских если хотите дюлуеша японских если хотите кобуабы понимаете в чем дело все об одном языки разные тема одна тема бытия и право быть и цели быть на этом свете понимаете и когда эти вот задачи пытаешься не то что специально они поневоле они концентрируются они пытаются как-то тебя сфор они собирают себе как вот солнечный зайчик собираешь через стекло фокус да и прожигаешь им если температура там невообразимая то же самое и вот эта задача то что движет то есть любовь то есть что-то еще сделать что-то еще сказать что-то недосказанное потом мало того вот сегодня сказал одно а проходит происходит проходит время и возникает что то что сказал уже уже не то а он хо но это свет это то произведение в как которое прям соткана из света и там какую строчку не возьми какое слово не возьми там недостижимость и непостижимость идеала они поневоле двигают потому что хочется а что там дальше а что за горизонтом однажды мы шли по улице с георгием юльяновичем я ему сказала что вот я прочла у луку донгса и для меня это очень важно вот так обозначим для меня это очень важно он мне сказал ты не воображаешь куда ты куда ты вообще ты не понимаешь насколько это все может быть серьезно насколько это ответственность потому что это же аюнский это это алан хо алан хо это очень древняя литература она древнее самой собой потому что когда вот там мы в институте в школе там где-то какую-то литературу учили древнюю русскую античную еще какой-то там талмуд там библию то выясняется что алан хо там еще дальше и что то есть за алан хо мы когда работали с улоку донгса георгий ульянович на репетицию мне сказал о том что раз мы погружаемся в этом направлении и мы погружаемся вообще во вселенную алан хо то имена богов название мест настей рек имен действующих до персонажей всех нужно и автора самого нужно произносить на языке аюнского я как человек так сказать крещеный помню что бог есть любовь и значит она предполагает ну любовь в таком бытовом разрешении это там любовь как девушки к женщине к своим детям к семье но ведь по сути дела любовь движет всем миром потому что любовь и ненависть я думаю что ненависти как таковой не существует есть только любовь мы пытаемся ее оберегать мы пытаемся и защищать мы пытаемся и выращивать мы не ненавидим кого-то за что-то мы просто убираем его потому что это нам мешает жить вот так опа теперь откинула волосы и пошла дальше а вот не там уже тут поменялась данная шамальчик понимаешь вот тут шел разговор растянуто все это все это прелюдия все это приготовление а теперь шаман вышел на сцену как это правильно все должно произноситься это идея георгий янович это он мне сказал я насколько могу пытаюсь сделать от любви что-то должно родиться я не знаю завод фабрика шахта дети там цветы и яблоки я не знаю что еще помните как у толстого дед сажает яблоню ему говорят дед ты яблок не попробуешь а он говорит ну не я так люди вот это есть любовь и это есть определение любви как основного движущего стимула шаман чечек это астроном шестернем и полный тревоги земли то и дело скрикило упрошая невысокое это священное небо обидел обидел главы в орлах жил севердел сымчался на юг грани многострадального неба ушу еще неистовый пихом его трепещущих гортаник получившийся в пасти широкому желудку протяжно-раскатисто напевает протяжно-раскатисто напевает на юг прыгал писал неудержимо поднимаясь вперед раз два три нет раз два три прожив достаточно много на этой земле я думаю что до тех пор пока это держит на плаву это дает надежду на то что еще внуки правнуки я думаю что у всех художников и художников и писателей поэтов и и пекарей и сантехников и любой другой профессии они живут ради того чтобы работают какие-то делают ну даже не подвиги элементарные ежедневные занятия но ради того чтобы кому-то было хорошо что приятно было ответить вам что вкусно было есть имеющего толстый брюшной жиршно не плоский а толстый брюшной жиршно хорошо попробую что я буду ответить вам что вкусно было есть имеющего толстый брюшной жиршно радует глаз ваш мистер напередовал вверх чулка скоросноватый зубцы сырые легкие морды и шеи наполовину черных наполовину черных наполовину черных четлогладывающих девятилетнего жильца подобного скале привел я и привязал к высокому священному столбу верхний мир срединный мир нижний мир это мир и у этих миров есть свои законы и этими мирами тоже движет любовь любовь вот когда мы там работаем над кодангсой и там есть нижний мир то мало того в аланхо есть оговорка там другие законы там другие условия и там например в том же нижнем мире кузнецов проклятие это лучший комплимент это как бы слова которые лечат то есть опять-таки не думаю что я что-то скажу новое но тем не менее через все миры проходит любовь и через всю материю и материя она сама себя пытается осознать и познать в аланхо в других мирах тоже есть попытка осмыслить себя понять через себя понять другой мир верхний мир говорит нельзя вам срединному миру к нам потому что вы не вы смертны вы не выдержите дыхание а надо потому что то есть понимаете вечная попытка что-то и опять таки движимая любовью кодангсы к своему народу у верхнего мира к своим делам нижний тоже и почему-то нижний и верхний мир сговорились и создали срединный мир потому что их одолевали такие противоречия которые они разрешить спокойно не могли они создали срединный мир и все противоречия нижнего мира и все противоречия и Верхнего сконцентрировались в срединном в нашем мире. И поэтому такое многообразие, которое требует невероятной бережности и невероятного уважения к тому, что происходит. У Лука Дангса я там встретила то, чего я не встречала нигде. Он отдает своих детей во благо своего народа, надеясь на их воскрешение. Не то, что на воскрешение детей, а то, что народ его освободится от этого мора, он не познает поражения от любого другого народа. И каково это родителю отдать свое дитя? Для меня это было таким сильным потрясением, очень сильным, потому что я нигде не встречала того, чтобы отец отдавал своего ребенка или мать отдавала свое дитя. Там же в Библии, допустим, история такая, что когда Бог сказал, что принеси мне своего ребенка, он же руку остановил, убийства не было. А здесь у Лука Дангса добровольно отдает своих детей. И мне было очень, без слова, сложно подобрать. Ну, по-живому. С богатыми подарками, с перетянутыми дуга, тяжелыми в ее кране, с достойными подношениями, упирающихся на рыбину лоболы, гортань бездны Нижнего мира, одержимой сверхъестественной силой и стремительной подобной огней, я, Шаман Чичегир-Таас, пришел к вам и протянул в широком дворе вашу длинную бичевую саламу нарядную, привязал ее к выстесанному громадному столбу, притянул к священному жертвенному столбу. Лука Дангса обычный человек, но он проходит путь от вождя, сначала маленького, потом больше, больше, больше доходит. И, мало того, он доходит до мании величия, когда у него народ гибнет, и народ приходит к нему и говорят, мы гибнем, а он им говорит, а вы как в верхний мир-то думаете? По сути дела, смотрите, воскрешение. Там же Иисус Христос воскрес. Говорят, что мы все воскреснем. Иисус Христос явился в теле, в натуре, и говорят, что и мы воскреснем. Но пока мы хороним тела, а души уходят вверх, Кудангса об этом говорит. Вы же плачете об умерших, но души-то их ушли туда. И он в это верил, и верил искренне, верил по-хорошему. А то, что он ошибся с точки зрения народа, и что весь народ отвернулся от него. И мало того, он умер, и тело его было предано червям, оно гнило, взбухало, даже кладбище для него не нашлось. Так народ им... То есть ни один шаман не хотел похоронить его, не имел права на это. И тогда боги занялись судьбой умершего Кудангсы Великого. Потому что все, что он делал, и ошибки его, и недостатки его, и подвиги его, все собрали вместе. И это подвиги были человека, который искренне хотел. Ошибался, да, заблуждался, да, но никакой користи в этом не было. Алан Хоу-то его не должен понимать умом. Там нужно просто, наверное, даже не почувствовать, а позволить ему войти в свою жизнь, открыться ему. И тогда все становится другим. И у человека, я уже говорил, у человека нет выбора, он должен быть человеком. Но у человека еще есть два... Есть право и есть обязанность. Право – это принимать или не принимать, с точки зрения. А вот обязанность – ее понять. Принять, не принять – это твое право. Но обязан ты ее понять. И вот это стремление понять, чтобы не допустить ошибок, чтобы преодолеть ошибки, чтобы пройти по той очень опасной дороге, по которой идет Шаман, Чичагиртаас, Воланхо, или по которой идет Кудангса, который в каждом своем движении, даже вопреки воле народа, там есть такое, он все равно доказывает, что он хотел как лучше. Воланхо Платон Алексеевич в Улу Кудангса, он иззывает все вещи своими именами, такие, какие они есть – искренность, совесть, правда. Самое в этом интересное Воланхо, что никто не смеет, не имеет права, даже не задумывается, что может покривить душой. А раз человек не кривит душой, значит, в нем есть такая... Откуда она берется? Я не знаю. Она, наверное, где-то внутри, в сердцевине заложена. Это потребность быть искренним, быть чистым и ждать от другого такой же искренности, такой же чистоты. Поэтому, когда говорит Кудангса подружился с нечистью, то это нечисть с точки зрения Срединного мира, а у нечисти свое право на существование. Понимаете, как это у Есенина? Это не у Есенина розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Это точно? Это нижний мир, верхний мир там? Или в одну телегу упряжь, можно коня и трепетную... То есть, понимаете, вся мировая культура пронизана теми мотивами, которые очень жестко, очень точно и очень мощно сконцентрированы в Воланхоу. Попробуешь одна все это, что ли? Нет, 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 нет. В том же сумасшедшем Никусе есть такое выражение «сегодня праздник». То есть, не сегодня праздник, а каждое сегодня, которое мы утром открываем глаза, это праздник. В Воланхоу в данном случае мы работаем над Кудангсой великим, но это и в Нюргунне есть, и в сумасшедшем Никусе есть. Это потребность, потребность быть добрым, быть искренним, быть честным. Когда я читаю Кудангсу, ну, эпос, теперь это вот, спасибо Анне, которая в это врезалась, я все это прочитываю. Понимаете, все эти вот мотивы, все эти движущие кружины, связанные воедино, они очень четко, очень конкретно, буквально у каждой реплики дают ответ на этот вопрос. Мало того, совершенно удивительный перевод Борисовой Слепцовой, мало того, через переводку Дангсы я начинаю по новой ощущать красоту русского языка, потому что переводчик нашел столько слов в русском словаре. А это такой прекрасный, точный и не устаревший язык, а, скорее всего, делающий его более объемным, более четким, более выразительным и более чутким, который делает более чуткой человеческую душу. И Нюргун Боутур. Я уже семь раз книжку прочла. Вот. И перевод, естественно, пока нет. Но я надеюсь, когда-нибудь я смогу прочитать, может быть, на закате своей жизни, я смогу хотя бы вот так прочесть Нюргун Боутур в оригинале, так же, как и у Луку Дангса. То, что он читается и переведен 25 лет назад, и читается на языке межнационального общения, на русском языке и на хорошем переводе. Мало того, вот якуты, которые знают язык, которые читали Алан Хо, после того, как послушали то, что делает Анна, они сказали, мы услышали, как Алан Хо звучит по-настоящему, по-якутски, на русском языке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok